Большое спасибо Борису и всей команде Гайдпарга за то, что пригласили выступить. И то, о чем я буду говорить сейчас, отчасти перекрывается с той проблематикой, которую вы так очень горячо обсуждали перед перерывом, проголосовав за импичмент Бориса Николаевича Ельцина в его день рождения 1 февраля. Но немножко выходит за рамки конкретных политических событий и переломных моментов нашей истории. А несомненно, события 90-х годов были одним из таких переломных моментов. Мы после моего выступления вместе с Маргаритой Завадской будем вести такой круглый стол, дискуссию на эту тему. А я предложил бы поговорить о вещах, близких нам сегодня, но гораздо более такого, что ли, общего плана. И вот если мы посмотрим на глобальные индексы качества государства, то мы обнаружим, что Россия и постсоветские страны управляются гораздо хуже, чем многие другие государства. То есть существует достаточно устойчивая линейная связь между тем, насколько развиты государства с точки зрения экономики, человеческого капитала и так далее, и тем, насколько хорошо они управляются. Какие мы индексы не возьмем, мы увидим, что, как правило, в верхних позициях достаточно развитые и зажиточные страны, и в нижних позициях бедные страны Африки южнее, Сахары и так далее. Вот Россия и многие другие постсоветские государства, они просто выбиваются из этой тенденции. Мы должны были бы ожидать, что Россия будет управляться примерно так же, как условная Аргентина, а она управляется примерно так же, как страны намного более бедные. И всякий раз, когда эти индексы публикуются, публика задается вопросом, почему мы на уровне Либерии или кого-то еще. Более того, если мы посмотрим на попытки изменить положение дел, провести социально-экономические реформы в самых разных областях, мы увидим, что очень часто эти попытки не дают ожидаемых эффектов или иногда поворачивают развитие событий от плохого к худшему. В чем здесь причина? Я утверждаю, что в России и в других постсоветских странах в результате политико-экономических трансформаций сформировался такой политико-экономический порядок, который я называю недостойным правлением. Это такой кросс-культурный перевод термина bad governance, который используется в различных документах того же Всемирного банка и других агентств, занимающихся этой проблематикой. И этот политико-экономический порядок, он ведет к тому, что возможности модернизации оказываются завлокированы без кардинальных принципиальных изменений и попытки как-то обойти этот порядок за счет всяких разных кудовок в отдельных сферах реформирования, они в общем не дают желаемого эффекта. И естественно возникает вопрос, что делать в такой ситуации, как этот политико-экономический порядок может быть изменен. И как раз здесь нам необходимо немножко расширить горизонты для поисков ответа на этот вопрос и выйти за рамки текущего контекста, за деревьями конкретных злоупотреблений, связанных с извлечением ренты, с коррупцией, с многими другими явлениями, посмотреть на процесс в более широкой перспективе. Откуда берется достойное правление? Что стоит за тем, что некоторые государства в мире управляют достаточно хорошо? Не скажу, что идеально, есть такой термин good enough government, более-менее хорошее правление, но тем не менее. Ответ на этот вопрос дает теория модернизации в ее совершенно разных измерениях. То есть есть точка зрения, что за улучшением качества развития, качества государства в том числе, стоит экономический рост. Есть точка зрения, говорящая о том, что усложнение обществ, социальная дифференциация, появление новых измерений в развитии человечества ведет к тому, что общество модернизируется и модернизирует свои государства. Есть точка зрения о том, что экономические изменения рождают и культурные трансформации, связанные с тем, что у граждан, у индивидов на определенном этапе развития есть потребности не только в защите себя от окружающего мира, но и в самореализации, то, что Инглхарт и авторы, работающие в этой парадигме, называют эмансипативные ценности. Вот еще один из изводов этой теории модернизации был представлен Нортом и его соавторами в книге «Насилие и социальные порядки». Их фокус связан с тем, что находилось в тени всех предыдущих исследований, а именно с контролем над насилием и с тем, как этот контроль осуществляется. В центре их анализа лежат две важные составляющие. Это договоренность между ключевыми игроками и те правила, по которым эти договоренности реализуются. Они реализуются с целью ограничения насилия и введения контроля над ним в те или иные рамки. Но, естественно, при такой постановке вопроса возникает следующий вопрос. Почему в одних случаях эти договоренности являются долгосрочными, эти институты работают на успешное развитие, а в других случаях нет? Ну и, собственно, отвечая на этот вопрос, Норт и его соавторы развертывают очень подробную аргументацию, связанную с тем, что процесс человеческого развития – это такой процесс ограничения насилий, проходящий через несколько этапов от того, что они называют базовый порядок. Проще говоря, когда люди там не убивают друг друга совсем, потому что существуют ограничения, которые на них накладываются тем, что это сопряжено с риском для их жизни, и заканчивая тем, что они называют порядками открытого доступа, когда у граждан есть возможность защищать свои интересы, не прибегая к насилию, а прибегая к другим политическим и экономическим инструментам. И, собственно, процесс модернизации рассматривается как процесс перехода того, что они называют ограниченным доступом, к открытому доступу. Этот процесс не быстрый и носит эволюционный характер. И, собственно, Норт и его соавторы анализируют, как происходили эти изменения на протяжении очень длинных исторических волн. Собственно, такой парадигмальный случай, наиболее важный для понимания этой логики. Имя описано на примере Англии конца 17 века, где произошел полный слом социального порядка после свержения монархии. Были периоды попыток реставрации прежнего порядка, которые срывались. Был довольно глубокий хаос и упадок на протяжении почти полувека. Но настал момент, когда, с одной стороны, было стремление положить ограничения на верховную власть, с другой стороны, было между разными игроками взаимное недоверие. И в результате довольно сложной системы договоренности было введено ограничение правления монархии, ограничение прежде всего на налогообложения. Были введены, можно сказать, свободные выборы с поправкой на то, что численность избирателей на тот момент времени составляла не более 2% от мужского населения Англии. И были введены внешние независимые учреждения, прежде всего Банк Англии, который не был напрямую подчинен монархии. И с этого момента, по мнению Норта и его соавторов, начался процесс, который положил начало взлету экономическому росту Англии, а позднее и Британии на протяжении очень длительного времени, который сопровождался поэтапным расширением избирательных прав граждан. То есть процесс длился довольно долго, демократией в современном понимании Британия стала не тогда, в 1689 году, а скорее в 1918 году, когда избирательное право было, наконец, распространено на женщин. Но, тем не менее, этот процесс был достаточно плавный, сопровождался низким по международным меркам уровнем насилия, многочисленными компромиссами, связанными с тем, что планка участия все более и более расширялась. И это такая история успеха. Вопрос, однако, состоит в том, что такое развитие событий, которое рисуют Норд и его соавторы, возникает далеко не везде. По их мнению, к началу 21 века очень небольшое количество стран, несколько десятков, соответствовало критериям открытого доступа, в то время как большинство стран находились на разных стадиях ограниченного доступа. Более того, мы наблюдаем, что во многих государствах и постсоветские страны здесь не являются исключением. Происходит движение скорее в обратном направлении. То есть зрелой стадии этого ограниченного доступа скорее к крупной стадии. И, собственно, если мы глянем на постсоветский регион сквозь призму этих теоретических рассуждений, мы увидим, что качество государственного управления в этих странах довольно низкое. Вот здесь на слайде приведены индикаторы трех разных международных проектов. Первый проект – это проект Всемирного банка. Гавернанс – это такой агрегатор различных данных, которые измеряются по четырем шкалам. От нуля до сотни. Мы видим, что Россия выглядит довольно тоскливо в этих сравнениях. И так же, как вот здесь приведены данные по Украине и Казахстану, они, в общем, не лучше России. В каких-то параметрах чуть-чуть лучше, в каких-то чуть-чуть хуже, но эти различия не принципиальны. Чуть дальше это индекс верховенского права. Есть такой консорциум World Justice Project, который анализирует разные данные, главным образом, юридического свойства, связанные с работой судов, с доступом к юстиции, к другим вещам. И последние строчки – это индекс восприятия коррупции. Там используются разные опросные экспертные данные, то, что делает Transparency International. Это данные самые последние, я поднялся несколько дней назад. Но мы увидим, что, конечно, параметры постсоветских государств здесь далеко не блестящие. И в качестве иллюстрации того, как работают эти механизмы недостойного управления, я обращусь к примеру, который, наверное, многим из вас хорошо известен. Это пример российской крупнейшей компании по числу сотрудников российской железной дороги. Ну, чтобы представить себе, вот в РЖД, в различных ее подразделениях, работает около 700 тысяч сотрудников. Ни одна компания в России не имеет такое число работ. Что случилось в России в 2015 году? Под Новый год было объявлено о том, что произойдет кардинальное сокращение пригородных поездов электричек, а на некоторых направлениях этих электричек не будет вовсе. Естественно, возникло серьезное напряжение, недовольство со стороны пассажиров и шум в средствах массовой информации. В конечном итоге в дело вмешался российский президент, который заявил о том, что никакой отмены электричек не будет, что те субсидии, которые раньше выплачивали компании региональные бюджеты, будут выплачиваться бюджетом федеральным. Но такой шаг российским железным дорогам не прошел зря. И глава российских железных дорог Владимир Якунин через некоторое время был отправлен в отставку. Сейчас он возглавляет такой международный фонд «Диалог цивилизаций» со штаб-квартирой в Берлине. И по некоторым сведениям сам перебрался туда на работу и на жительство. Но если мы посмотрим, а что же за этим шагом стояло, то мы увидим, что, конечно, компания просто была и остается до сих пор, потому что после отставки Якунина механизм управления не поменялся, только какие-то наиболее выдающиеся его проявления сейчас не с доль заметны. Соответственно, компания главным образом занималась тем, что извлекала выгоды из своего напольного положения и диктовала тарифы всем региональным бюджетам, а позднее и бюджету федеральному. Откуда взялась РЖД? Эта компания возникла на руинах Советского министерства путей сообщения. Та модель железных дорог, которая существовала в советской плановой экономике, она возникла еще в 1930-е годы и связывалась с именем тогдашнего наркома путей сообщения Лазаря Кагановича. Но реформа повлекла за собой то, что руководство РЖД получило фактически полный контроль над компанией и многие выгодные подразделения управлялись через различные офшоры, через посреднические фирмы, которые были связаны с семьями Якунина и других руководителей компаний. И в конечном итоге это была такая приватизация выгод и обобществление сдержек. И в то же время сам Якунин, будучи хорошим и давним знакомым главой государства, в общем получал фактически карт-бланш на любые действия. Естественно возникает вопрос, почему произошла такая реформа в отрасли, которая привела повороты от плохого к худшему. То есть Министерство путей сообщения повсеместно критиковалось в начале 2000-х годов за крайнюю неэффективность с точки зрения управления. Был разработан план реформ, который был построен на основе успешного и неуспешного разного международного ума. Россия не единственная страна, которая столкнулась с необходимостью реформировать свои железные дороги. Готовили этот проект очень уважаемые авторитетные специалисты. Когда дошло дело до его реализации, то на реализацию проекта направили людей, которые в конечном итоге часть из этого проекта, которая им была выгодна, взяли, а часть оставили на потом. То есть это равнозначно тому, как если бы лесу направили на реформу в Курятнике. И на самом деле этот пример говорит о том, что в постсоветских странах, Россия здесь не исключение. Сейчас Украина сталкивается с проблемами реформ украинских железных дорог, хотя там нету своих якуниных, но во многом проблемы те же. Возникает такой парадокс, что те институты, которые регулируют правила, неважно идет ли речь о железных дорогах, о выборах или о вывозе мусора или о чем-то другом, они создаются в своих интересах правящими группами. И задача, которую ставится в процессе институционального строительства, это обеспечить контроль над селективным применением этих институтов, где они работают, а где нет, и максимально закрепить вот это положение дел в течение как можно более длительного времени. Поэтому, собственно, попытки реформирования, вот так, как случилось с железными дорогами, в общем, не дают эффекта или ведут даже к изменению плохого к худшему. В чем суть этого политико-экономического порядка? На самом деле правящие группы пытаются использовать публичную власть в своих частных целях. Когда-то давно Макс Вебер, который рассуждал об этом тоже в широкой исторической перспективе, ввел такое понятие «патримониальное господство», адресуя это, конечно, традиционным обществам, которые находились на каких-то ранних этапах своего развития. Но мы видим, как вполне в современных с точки зрения уровня социально-экономического развития в обществах этот порядок возникает, причем он возникает не в силу того, что там есть какое-то наследие от давних времен. Понятно, что при желании можно провести параллели там со временами Ивана Грозного или какими-то еще более давними периодами. На самом деле это вовсе не наследие прошлого, а скорее то, что возникло в постсоветские времена. То есть никакому маршалу Кагановичу не снилось то обогащение личное, которое было характерно для Владимира Якунина, получившего такую скандальную известность благодаря расследованиям Алексея Навального, там связанными с большим поместьем Якунина, с его многочисленными тратами на личное обогащение и так далее и тому подобное. Есть другая точка зрения, которая говорит о том, что вот такой поворот от более развитого, зрелого порядка ограниченного доступа к более примитивному происходит в результате того, что те или иные страны сталкиваются с провалами, со сложностями в процессе модернизации. И поворот таким примитивным способом организации – это такая защитная реакция. Когда у вас что-то не получается, вы обращаетесь к прежнему опыту. И надо сказать, что такие объяснения очень популярны, но в общем они не всегда верны. Вот если мы проведем параллель с причинами заболеваний, заболеваний, ну откуда берутся заболевания? Они могут быть обусловлены плохой наследственностью. Если у вас бабушки и дедушки болели какими-то заболеваниями, у вас риск заболеваний выше. Они могут быть обусловлены травмой или могут быть обусловлены отравлением. Вот с этой точки зрения то, что мы наблюдаем как проявление недостойного правления, это вовсе не результат какого-то наследства, а результат отравления, потому что компанию РЖД превратили в отчину Якунина, ну его политический патрон Путин, назначивший его на этот пост, и собственно сам Якунин. И в дальнейшем произошел такой раздел рент. Если мы посмотрим не только на РЖД, но на многие другие компании, то мы увидим, что различные рентные потоки оказались под контролем разных участников российской правящей группы, такой выигрышной коалиции. Одни потоки замкнуты на Игоря Сечина, другие на братьев Ротенбергов и так далее и тому подобное. И вот есть такая точка зрения, что вот то, что мы наблюдаем в России и в других постсоветских государствах, это такая аномалия, так быть не должно. Я утверждаю, что дело происходит ровно наоборот. Как раз так как бы рулить и принято. Ну то есть, если бы многие из нас оказались бы на месте участников этой путинской выигрышной коалиции, то скорее всего мы бы вели себя ровно так же, а может быть даже хуже, чем господин Якунин. Потому что просто это в наших интересах. И парадоксальным образом многие реформы, так как происходило с реформой российских железных дорог, они только усугубляют эту ситуацию в условиях, когда политическая власть сосредоточена в руках одной и той же выигрышной коалиции. Вот какие принципы этого недостойного правления, они здесь упомянуты в этом слайде. Если перевести на совсем простой язык, то задача правителей воровать как можно больше, и как можно дольше, и как можно безнаказаннее. Но на самом деле дело обстоит несколько более сложно, чем просто такая клептократия. То есть, конечно, мы можем сколько угодно поминать жуликов и воров, но все не ограничивается жульничеством и воровством. Во-первых, потому что между разными сегментами этой правящей коалиции существуют постоянные столкновения интересов и конфликты. То есть, вертикаль власти, иерархия, она вовсе не единая такая цепь команд, а этих цепей команд несколько, и сплошь и рядом они входят противоречия. А кроме того, правила, по которым функционирует государство, это все-таки не совсем произвол, там очень много формальных правил регулирования, они являются побочным продуктом всевозможных интересов и конфликтов в рамках этой иерархии. И вот эти принципы, они образуют такое ядро недостойного правления, которое, в общем и целом, является таким, ну, что ли, ухудшенным вариантом порядка ограниченного доступа, о котором писал Норд. И, собственно, отсюда проистекают и авторитаризм, и кумовской капитализм, которые сложились в России, не только в России, потому что во многих постсоветских странах ситуация не лучше, чем у нас. Она отличается в деталях, но по принципиальным аспектам различия не столь существенных. И на самом деле парадой заключается в том, что вот в России вплоть до самого последнего времени этот порядок недостойного управления совмещался с попыткой добиться экономического роста и развития без демократии и верховенского права. Вот эти паровые условия, о которых говорили Норд и Компания, они, как бы, были достигнуты частично, и вместо перехода к открытому доступу, о котором рассуждали эти авторы, происходила попытка добиться экономического роста и развития в отсутствии демократии и верховенского права. И таким образом, собственно, развивалась наша страна, ну, по крайней мере, в период с начала 2000-х годов и до 2014-го года, когда произошел очень резкий поворот от целей социально-экономического развития к международным конфликтам, почему, собственно, российским властям так нужны были экономический рост, модернизация, о которой очень много говорили в период президентства Медведева и так далее. Ну, первый ответ, в общем, очевиден. Чем у вас больше экономика, тем больше возможностей украсть. Но, еще раз повторю, все не сводится только к банальному воровству. Есть и такое важное измерение, которое наш коллега по Европейскому университету, Ваня Болков, назвал статусной иглой. У российских властей и в значительной степени у российского общества есть такое стремление к статусу престижного употребления различных материальных символических планов. Это касается и всяких крупных международных событий, мест России в каких-то престижных измерениях, стремление войти российским университетом в международные рейтинги, вот эта цель была поставлена президентом Путиным и его начинал визу. Или провести чемпионат мира по футболу или что-то еще такое очень важное. Но в то же время программа модернизации она не предполагала серьезной политической экономической либерализации прежде всего потому, что любые такие действия они представляют собой риски, связанные с патрульом статусу, и, собственно, протесты, которые Россия пережила в 2011-2012 годах, они, в общем, стали отчасти побочным эффектом вот этих процессов процессов либерализации и экономического развития. Ну, соответственно, как можно минимизировать конфликт между спросом и предложением? Ну, можно или стараться удовлетворить спрос на либерализацию, либо, наоборот, снизить уровень модернизации и развития до того уровня, когда спрос не возникнет, и, собственно, российское государство все последние годы осуществляет движение в этом направлении. В чем здесь сложности вот даже с той узкой программой модернизации, которая в России осуществлялась до 2014-го года? Во-первых, потому что главным мотором является бюрократия, качество которой в России довольно низкое, ну, и с точки зрения человеческого капитала этой бюрократии с точки зрения ее стимулов и интересов. Очень нежелательные перераспределительные эффекты, ну, когда у Ягунина возникает шубохранилище, а у пассажиров-электричек не хватает денег, и взяться этим деньгам некуда, потому что у региональных бюджетных денег тоже не было. Ну, и в-третьих, соответственно, ядро политико-экономического порядка, о котором мы уже говорили, оно, в общем, сохранялось неизменно. Тем не менее, в России продолжали реализовываться различные социально-экономические реформы, проекты, которые разрабатывали и реализовывали в жизни две категории деятелей. С одной стороны, это эксперты, иногда за их интересами и стремлениями стояли такие не только мотивы карьерные, но и мотивы идейные, а с другой стороны различный класс, разнообразный класс того, что можно назвать английский policy enterprise. Это могут быть чиновники, это могут различные руководители предприятий, которые могут быть движены карьерными мотивами, которые стремятся к тому, что благодаря успешной деятельности на его посту расширить свои бюджеты, увеличить ресурсы, занять более высокий пост и так далее. Ничего особенного специфического в этом нету, то есть, такого рода деятелей мы можем обнаружить российского авторитарного режима функция монопольного заказчика адресована только политическим руководством страны, которое обладает правом оценивать сами реформы и результаты реализации. В чем здесь плюсы? Ну, плюсы в том, что реформу можно оградить от проникновения различных групп интересов. Как если глава государства лично курил вопрос, то какие-то нежелательные силы его не дадут сорвать. В 90-е годы в России был очень популярный тезис, что если общественное мнение не довольны ходом экономических реформ, то ни в коем случае нельзя допустить, чтобы граждане имели возможность выбрать какого-то неправильного главу государства. События, связанные с перевыбором Ельцином в 2006 году, это как раз один из важных мотивов, двигавших тогда политическим руководством, что надо как-то оградить реформы под мнение граждан. И, собственно, в результате происходит сохранение основных базовых правил игры неизменными и, более того, порча институтов, как это произошло с реформой российских железных дорог, когда все выгоды оказались сприватизированы руководителями компаний, связанными с ними группами, а все издержки легли на граждан напрямую или косменно через бюджет. Почему еще критикуют такую широкую модернизацию, которая включает в себя большой круг участие. Говорят, что проводят какую-то очень нехорошую популистскую социальную политику. Идут на увеличение бюджетных расходов. Буквально несколько дней назад мы видели в промехлую новость о том, что итальянское правительство снизило возраст на пенсию и одновременно для нуждающихся ввела так называемый базовый доход. Что сильно повысит расходы бюджета и, в общем, наверное, ухудшит экономическое положение Италии и без того непростую. Но беда в том, что если мы смотрим не на широкую модернизацию, а на опуску, то мы увидим, что на самом деле, хотя политика может быть не менее губительной, ее выгоды достаются не широким слоям населения, как в случае с итальянским правительством, а представителем правящей коалиции и тем людьми, которыми Россия квалифицируется кооперативом озеро. А что же признается всем остальным, тем, кто не вовлечены в правящую коалицию? Оказывается, что с одной стороны у властей, у нижних этажей вертикальной власти, я имею в виду не губернаторов и мэров городов, а главных врачей больниц, директоров школ, вот те, кто работает на земле и проводит в жизни какие-то государственные программы. Очень мало стимулов того, чтобы вообще каким-то образом стараться улучшить качество управления. И единственным способом воздействия на них оказывается давление сверху по линии вертикальной власти. Ну, как это давление можно осуществлять? Ну, теоретически можно представить себе такую систему поощрений и наказаний, которое будет работать. Ну, мы увидим то, что она не очень работает, потому что реально проконтролировать огромную строгу никто не в состоянии. Используются многочисленные формальные индикаторы, отмечая, на которые нижние этажи управления в общем срабатывают в плане того, чтобы гнаться за результат. Вот очень показательная история с введением в Россию единого государственного экзамена. Когда его ввели, то в массовом порядке наблюдались утечки контрольных материалов, что вызывало многочисленные скандалы. Почему брались эти утики? Ну, дело в том, что у президентской администрации был большой список того, как оценивается работа региональных губернатов. Из списка этих критериев был такой параметр, как доля выпускников школ, не сдавших ЕГЭ. Если эта доля слишком велика, то, соответственно, глав администрации региональных могли за это наказать. Естественно, никто не хотел быть наказанным, поэтому во многих регионах, особенно в тем, где в общем с школьным образованием не очень хорошо, региональные власти инициировали различные утечки, и с этим были связаны значительные скандалы. Стоило президентской администрации изменить систему оценки губернаторов и исключить этот параметр из списка критериев, как, соответственно, все скандалы и утечки как-то разумно прекратились. Правда, одновременно с этим упал и уровень результата, пришлось менять правила проведения этих ЕГЭ, чтобы никому не было я не скажу, что все реформы в России оказываются неуспешны. Есть вполне удачные примеры, так вот парадигмуальный случай, это налоговая реформа, где-то начало публичных газов, которые были проведены, в общем, во многом Россия здесь стала образцом для других мунистических государств. Но мы видим, что в других случаях искажения этих реформ, искажения их результатов оказываются очень существенными. Я уже упоминал ЕГЭ, но то же самое можно сказать о знаменитой реформе полиции, которая, в конечном итоге свелась в смене вывесок и перестановке кадров, но и по его образу не улучшило, а в некоторых отношениях даже улучшило положение дел. И еще один очень показательный пример это мы говорили о рейтингах системы международных рейтингов doing business в районе Всемирного банка, где Путин дал указание, чтобы Россия за 6 лет со 120-го места поднялась до 20-го. Но все наблюдатели говорили, что это невозможно. Оказалось, что нет ничего проще. Российские эксперты, работавшие в СССР, добились того, чтобы критерии оценки Всемирного банка были изменены наиболее выгодным для России способом. Россия очень сильно в этих рейтингах подняла с 20-го места не достигнут, достигнут 31-го, с равно большой прорыв. Но парадоксальным образом эти высокие оценки были достигнуты на уровне, ну то есть с точки зрения вот этого критерия в России лучше вести бизнес, чем во Франции. Но тем не менее нельзя сказать, что российская экономика называется лучше, чем французская, скорее наоборот. И достижение этих формальных показателей в общем-то не стало таким фактором роста. И наконец возникает вопрос то, вот это недостойное правление, оно обрекает Россию на неэффективность на протяжении долгих десятилетий, если не веков, или все-таки последствия вот этого отравления мы сможем преодолеть. Ну есть несколько рецептов, которые дают разные специалисты. Одни говорят о том, что очень важным таким шагом на пути преодоления недостойного правления может оказаться смена политического режима в стране. Но если мы посмотрим на Украину, то мы будем несколько более скептичны в том плане, что смена политического режима условия необходимы, но недостаточно. В Украине вот уже на протяжении пяти лет существует демократический режим после свержения Елуховича, нельзя сказать, что Украина как-то сильно продвинулась на пути борьбы с недостойным правлением. Кто-то говорит о глобализации, это тоже такое аварийно острое оружие, которое далеко не всегда ведет к улучшению качества государственного управления. Более того, мы видим, что суверенитет возникает как такой щит правящей групп, которые стремятся сохранить политико-экономический порядок. Последние события в Венесуэле очень наглядно демонстрируют, и внешнее ограничение суверенитета, которое с точки зрения российских властей обернулось бы катастрофой, в общем, тоже далеко не всегда является серьезным решением, потому что мы видим давление со стороны Европейского союза со стороны других международных организаций на хуже Украину, которая отчаянно сопротивляется попыткам навязать реформы, ориентированные на большую открытость, большую прозрачность государственных закупок, реформирование государственной службы и так далее. Я оставлю вопрос открытым, насколько отравление, о котором мы говорили, является таким непреодолимым препятствием для преодоления недостойного управления и на этом, пожалуй, закончим. Спасибо. Спасибо.